Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева, я создатель и владелец сети студии перманентного макияжа. Сегодня тема наша волосковая техника, а именно почему она у вас не получается. Я работаю в волосковой технике чуть ли не с первого дня после того, как обучилась. Обучилась я поковыряться в растушевке, потом и вообще сразу я когда ехала учиться, я хотела именно волосковую технику с самого начала, потому что вот эта имитация натуральных волосков, она, на мой взгляд, очень красивая и сложная техника. Но, естественно, меня этому не научили. Я училась сама долго-муторно, совершала много ошибок, экспериментировала с глубинами, экспериментировала с наклоном иглы, с толщиной иглы, с аппаратами, с пигментами, наделала очень много ошибок, испортила, наверное, не знаю, не скажу, сколько много лиц, но лица надо постоянно и, возможно, через месяц-два я пойму, что все, что я делала, было неправильно и все изменю, потому что я очень много экспериментирую до сих пор. Почему она не получалась у меня? Ну, во-первых, я рисовала под углом, неправильно, не надо. Во-вторых, я рисовала очень толстыми иглами, тоже неправильно, не делайте так. Потом я, сейчас не поверите, потому что сейчас я работаю, волосок рисую с одного прохода, я делала по 30-35 проходов в один волосок. Я чиркала, чиркала, у меня уже там вот просто бревно получалось, заживала еще толще, чаще всего в дымку ходила. Мне вообще казалось, что эта техника, она не имеет права на существование, потому что заживала все какими-то пятнами, но я продолжала экспериментировать. Сейчас я работаю капунктурными иглами. Почти всегда это корейские иглы. Работаю ими я, потому что я люблю настраивать иглу настолько идеально, чтобы она вот просто смотрелась замерзшей. Боковое биение, оно не дает вообще возможность провести идеально тонкую линию, потому что, ну понятно, если игла ходит в стороны, то вы ведете, по сути, там мелкий зигзаг у вас получается, естественно, это все дает дымку потом. Тонкая линия, нет шансов зажить. Сейчас я работаю акупунктурными иглами с переходником на биотеке, либо акупунктурными иглами на машинках типа Гуччи, Гиансана, ХСФ. Их много очень этих машинок. То есть смысл там в том, что в трубочку игла дюза. Вставляется в трубочку игла, она специальным образом подгибается и она замирает, она смотрится, вот пока вы не настроите иглу так, чтобы игла смотрелась стоячей, замерзшей, как будто она не работает. Не надо приступать к работе и если вы видите, что ваш модуль вибрирует и игла смотрится размытой, тоже у вас не получится хорошая работа, получится бревнышко. Мы работаем татуировочными пигментами уже давно, наверное уже годы 3-4. Их я выбрала тоже именно потому, что татуировочные пигменты, особенно те, которые для линии, потому что у татуировщиков есть пигменты, которые для растушевок они плывут, и есть для линии, которые оставляют линию. Вот такие пигменты, они держат волосок, он не расплывается и ложится ярко, с первого раза практически. Перманентные же пигменты, в них там что-то добавляют, загустители возможно, они вроде густые, вроде как будто вот прям кашутся, ее разбавляют даже, а в итоге введешь и такое ощущение, что там много каких-то веществ, которые добавляют объема пигменту, но само красящее вещество в небольшом количестве и соответственно надо много раз проходить и получается толстая какая-то ерунда. Еще единственные пигменты перманентные, на которых я пока остановилась, это аккафа. Пока я ею довольна, пока я продолжаю экспериментировать именно ими. Еще я заметила, что волосковая техника, если класть волосок с одного раза, работает практически на любой коже. Хоть и считается, что допустим жирная пористая кожа не подходит для волосковой техники, я в последнее время замечаю, что если пройти с одного раза, все прекрасно остается, заживает таким же волоском. Скорость, с которой вы ведете иглой по коже, она должна быть очень медленная, то есть насколько это возможно медленная, допустим один волосок, который длиной меньше и меньше сантиметра, вы должны провести, считаю, в голове, ну, где-то до 10 хотя бы. В волосковой технике работают обычно мастера, которые уже почувствовали кожу, потому что так как, вернее, пройти надо волосок с одного раза, мастер должен попасть именно на ту глубину, на которой, скорее всего, волосок сохранится, потому что, если вы уйдете слишком глубоко, это очень просто, воткнуть на большую глубину, провести, он тогда, конечно, останется, но он расплывется и изменит оттенок на холодный, некрасивый, такой грязный. Либо второй вариант, когда мастер очень сильно боится, он проходит слишком поверхностно и вместе с корочкой этот волосок просто уйдет, его там не будет, в лучшем случае там останется какая-то дымка небольшая, поэтому вам надо научиться чувствовать кожу и понимать, на какой глубине игла должна пройти, то есть глубина это тоже очень важный параметр. Еще один немаловажный фактор, это то, что волоски не должны быть прямо рядом друг с другом, когда они почти соприкасаются, либо перекрещиваются, в местах этих будут там, где перекрещивание, там будет клякса, скорее всего, там, где они вот друг с другом соприкасаются, скорее всего, они есть вероятность, что они дадут дымку и в итоге это все превратится в такую кашу, поэтому, если вы работаете в волосковом методе, ну, хотя бы там миллиметр между волосками должен быть, вы можете лучше потом, когда заживет, на коррекции дорисовать, если кожа оставит волоски, либо дать дымку, чтобы была насыщенность, но расстояние между волосками должно быть, чтобы не выглядело это при заживлении такой вот кашля некрасивый. Волосковая техника, она очень классная, есть люди, которым без нее просто никак, допустим, это если вы делаете мужчине, у которого совершенно нету бровей, растушевка ему, ну, никак не подойдет, лучше же тогда ничего не делать. Ну, то же самое с женщинами, она очень интересная, сложная и там уже надо быть художником, чтобы сделать красивую укладку, либо повторить свою, и чтобы это было максимально натурально. Если она сделана правильно, то это очень красиво, но в руках мастера неумехи обычно это забор, бревнышки и искаженный цвет, поэтому учитесь, учитесь на латексе, учитесь на моделях, как можно больше практикуйтесь постоянно, потому что рука забывает рисунок, есть множество схем, которые можно использовать, они помогают тем, кто не умеет рисовать, и это классная техника, учитесь ей. Если у вас есть вопросы, задавайте их в описании к этому видео, либо в наших соцсетях, с удовольствием вам на них ответим. Всем спасибо за просмотр, пока!